День скейтбординга Сочинцы традиционно сильны в этом виде спорта, потому что у нас есть площадки, где можно тренироваться. Этой весной двое сочинцев заняли один первый, другой третий место в чемпионате России по скейтбордингу, который проходил в Краснодаре. Они попали в сборную России по скейтбордингу. Очень надеемся, что там они себя не подведут, покажут лучшей, хорошей стороны. Один из сочинских чемпионов – 27-летний Семен Кутузов. Он оказался лучшим среди 20 россиян в категории профессионалы. Скейтбордингом мужчина занимается уже более 17 лет. Мне просто нравится это делать. Это мой образ жизни. Я не могу, допустим, выйти из дома без доски. Мне хочется всегда заниматься, развиваться. Что вам это дает? Закаляет в первую очередь характер. Ты, когда делаешь какой-либо трюк, ты его делаешь до конца. Ты падаешь. Это многое стоит пройти, чтобы добиться чего-то. А вот 17-летний Егор Глухов пока только мечтает стать профессиональным скейтбордистом. Стал на доску четыре года назад, но уже сам готов давать советы начинающим. К примеру, за новым скейтбордом он рекомендует отправляться только в специализированный магазин. А потому что доски из супермаркета, они не из того дерева, которое нужно. И они быстро сломаются. А эти доски прочные. А за счет чего прочные? Какое дерево? Чем покрываются? Они эпоксидный клей, вот здесь холодная прессовка и канадский клён. Сколько стоит такая доска? Вот такая доска стоит 3000. Без колес, без ничего. А сколько срок эксплуатации? У каждого по-разному, но вот я катаюсь месяц на доске, чуть меньше. И новую? Да. Егор также советует, чтобы максимально обезопасить себя от травм, необходимо научиться правильно падать и чувствовать доску. На любительском фестивале ребята в очередной раз обменялись опытом и продемонстрировали друг другу свои навыки. Уже в конце июля-начале августа в Сочи планируется проведение полномасштабного городского фестиваля по экстремальным видам спорта. В частности, будут представлены BMX-велосипеды, скейты, трюковые самокаты и ролики. Елизавета Червяк, Дмитрий Петрий. Время новостей.